На календаре 21 июля. 21 июля 1900 года в Самарской газете вышла разоблачительная заметка об одном гастролировавшем магазине, который расположился в самом центре города и производил распродажу товаров по небывало дешевым ценам. В рекламных афишах сообщалось, что магазин был в Самаре проездом и остановился на самое короткое время. Между тем журналисты выяснили, что товары были сплошь гнилыми и завалявшимися, а принадлежали они одному из местных торговцев в Троицкой площади. Благодаря рекламе и ловко придуманному гастрольному ходу ему удалось ввести покупателей в заблуждение и таким образом сбыть недоброкачественный товар из своей лавки. Ровно 105 лет назад, 21 июля 1913 года, другая губернская газета «Волжское слово» написала о закрытии научно-образовательного кинематографа, располагавшегося в Самарском Струковском саду. Как оказалось, прокатчикам и зрителям серьезные картины были неинтересны, да и рассчитаны они были только на состоятельных граждан. Плата за вход на сеанс была очень высокой, зато игровое кино самарская публика всегда принимала хорошо. В 21 день июля в разные годы на свет появились советский актер театра и кино Глеб Стриженов, писатель-сатирик, драматург, актер Михаил Задорнов, титулованная легкоатлетка Татьяна Лебедева, замечательная грузинская певица Нани Бригвадзе и другие знаменитости. У православных сегодня большой праздник – День явления казанской иконы Божией Матери. Эта чудотворная икона всегда была особо почитаема в России, а в народном календаре сегодня Прокопий Жнец. Так этого святого прозвали за то, что в это время на Руси обычно начинали жать рожь. Такими событиями вошел в историю 21 день июля. Всего вам самого доброго и успехов во всех начинаниях!